26 июля 1951 года события практически связаны с тем, что вы наблюдали последние 5 минут. Мы обеспечили коммуникацию между теми, кто хотел бы сказать и кто должен был бы услышать. Теперь это информационные технологии, теперь это радиоаппаратура, акустика. В древности все было немножко проще, хотя, конечно, для людей, которые писали первые буквы на бересте, осознавали, что они тем самым передают то, что они должны были бы сказать. Но эта информация поедет далеко из Новгорода, в Старую Руссу, в Торжок или в Вологду. Для них это было такое же волшебство, как для тех людей, которые поставили впервые граммофонную пластинку, опустили на нее иглу и вдруг услышали замечательный бас Шаляпина. Поэтому сегодня мы отмечаем события, связанные с тем, что люди научились передавать друг другу информацию другими способами, чем просто прямым общением. И День Бересты в этом отношении совершенно уникален. С одной стороны, мы имеем дело с текстами, мы имеем дело с литературой. И напомню, что 2015 год в Российской Федерации объявлен годом литературы. Совсем недавно большая делегация нашего музея была на Красной площади в Москве, где проходила то ли ярмарка, то ли фестиваль, книги России, где очень много говорилось важных слов о том, насколько литература важна, и что все, что мы делаем, это текст в конечном итоге. Поэтому сегодняшний праздник, он не рядовой, и в нем есть некая магия. Магия цифр, потому что количество найденных в Новгороде Бересты на грамот на сегодняшний день 1064, а мы отмечаем 64-ю годовщину находки первой грамоты. Тысячу можно уже отложить, она уже наш архив, наши фонды, а вот 64-е это какая-то цифра, которая сегодня должна у нас в сознании остаться, и на будущий год будет 65. Я надеюсь, что и грамот будет чуть-чуть больше. Кроме того, в этом году состоялось еще одно немаловажное событие. Количество городов, где найдены Бересты на грамоты, их было до этого 12. Новгород, конечно, как бриллиант в этой короне главный, но кроме Новгорода теперь у нас есть апостольское число еще 12 городов, и дорогая наша Вологда, которую, как вы знаете, письма носят. Замечательная песня группы Песняры, если помните, да, письма я на почту ношу. Так вот, Вологда подарила нам первую в своей истории Берестыную грамоту. В этом есть некоторая интрига, о тексте этой грамоты мы услышим чуть позднее. Ну а пока я прошу вас всех порадоваться и поприветствовать друг друга, что мы собрались в Дембересты здесь, на месте, где была найдена первая грамота. Ура! Не менее важно, что с нами есть очевидцы этого события. Думаю, что все-таки очевидец один. Это Валентин Аврентевич Янин. Давайте мы его поприветствуем тоже. Или кто-то еще помнит это явление первой Бересты из Новгородского культурного слоя. Увы, нет. Тем радостнее то, что, Александр Валентинович, мы с нами вас приветствуем и желаем вам крепкого здоровья и руководства экспедиции еще долгие-долгие-долгие годы. Ну, как принято на торжествах, мы, конечно, должны дать слово официальным лицам, потому что они тоже рады вместе с нами. Это наши представители администрации области и города. Я с гордостью передаю слово Марии Николаевне Пантелейчук, которая представляет Департамент культуры и туризма правительства Новгородской области. Мария Николаевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые новгородцы, уважаемые гости нашего города. Я приветствую вас сегодня на этом замечательном мероприятии. Мы здесь ежегодно с вами встречаемся. Я хочу выразить всем вам слова благодарности за то, что вы любите, цените и уважаете историю Великого Новгорода. Я уверена, что такие мероприятия будут в дальнейшем притягивать к себе все больше и больше молодежи, подрастающего поколения. И хочу всем пожелать, чтобы интерес к истории Великого Новгорода у вас никогда не исчезал, а только пополнялся. Спасибо. Спасибо, Мария Николаевна. Городская администрация – наш не менее надежный партнер. В этом году работа на Троицком раскопе, а для нас это татарскоп важен, потому что там проходят практику студенты очень многих вузов. На этом раскопе задействованы наши новгородские школьники-подростки, которых мы пытаемся вытащить с улицы, из-под воротин, да, отогнать от них дурные привычки, а приучить их к труду. Они учатся держать в руках лопату, носить носилки, перебирать культурный слой, тем самым приобщаясь и к нашему наследию, и получая трудовое воспитание. В этом году городской бюджет, и это заслуга, конечно, руководства города, городской думы, выделил на работу подростков миллион рублей. Еще 200 тысяч мы получили на то, чтобы обустроить новый Троицкий 16-й раскоп. Те, кто сегодня в 17 часов придут на него посмотреть, поймут, насколько трудоемкими были работы по тому, чтобы расчистить эту территорию, брать деревья, поставить забор и начать погружение в культурные слои. Поэтому я с удовольствием передаю слово Тамаре Васильевне Гончаровой, она постоянно участвует в наших мероприятиях. Пожалуйста, Василий. Дорогие друзья, рада видеть здесь много знакомых, практически родных лиц. Я считаю, что то, что мы каждый год встречаемся здесь, возлагаем цветы к памятному знакомому вместе с находкой первой берестяной грамоты, это и очень значимо, и очень символично. Ведь сама тема, само слово даже, наверное, уже сейчас, береста, вызывает вот некоторый трепет даже, поскольку это сегодня практически очень значимый и раскрученный бренд Великого Новгорода. Береста — это связь времен, все сразу понимают, да? Береста — это документ, который помогает, говорит, во-первых, о высокой образованности наших предков, а во-вторых, помогает сформировать наши представления о том, как жили, какой быт был у средневековых новгородцев, какие обряды, какие обычаи и так далее. Это очень интересно на самом деле. Об этом интересе говорит то, что новгородская археологическая экспедиция — самая продолжительная в мире. Она дольше всех существует. А береста — это связь с поколением. И вы знаете, вот наиболее остро, я вот лично, например, ощутила это в прошлом году, когда мы отмечали 1155 лет Великому Новгороду, и в рамках этого празднования родился проект 1155 берестяных СНС. Наверняка многие из вас участвовали в этом проекте, и честно говоря, когда мы приняли решение о его реализации, то сомневались, а получится ли за два дня собрать такое огромное количество вот этих маленьких берестяных грамот, да, и поместить в одну большую. И тем не менее, уже к концу первого дня мы поняли, что интерес огромен. И новгородцы, и гости нашего города, и руководители города. У всех было просто острейшее желание написать вот такую грамоту, разместить ее вот на этой конструкции. Но самое-то интересное, наверное, когда подошел ко мне ветеран и говорит, а можно мы напишем втроем такую грамотку? Спрашиваю, а кто с вами будет писать? А вот еще мой сын и мой внук. Вы представляете, какая это энергетика, что через века несут нам берестяные грамоты. Поэтому искренне, от всей души, поздравляю вас с этим праздником. Новых удач, новых находок, новых достижений, сенсаций. Спасибо всем огромное. Спасибо, Тамара Васильевна. Археология – наука, которая предполагает, что люди сначала копаются в земле, извлекают предметы, их изучают, публикуют по возможности, а потом, в соответствии с законом федеральным, в течение трех лет обязаны сдать их на хранение. Первые примерно 20 лет после войны коллекции, найденные новгородской археологической экспедицией, уезжали в Москву. Это государственный исторический музей. Из них сформированы нынешние экспозиции для русской культуры, быта, искусства. Но благодаря усилиям Валентина Валентина Чаянина и понимания того, что Новгород не может оставаться без своих находок, потому что город был разорен войной, мы стоим на пепелище. То, что вокруг нас находится, это все здание, постройки, появившиеся здесь после войны. Но с 1966 года все коллекции, найденные в новгородской археологической экспедиции, поступают на хранение в Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. Поэтому, как вы понимаете, я не могу не предоставить слово генеральному директору музея Наталье Васильевне Григорьевне. Наталье Васильевне, пожалуйста. Добрый день, коллеги, друзья. Очень искренне и всегда приветствую Валентина Ларвентича, Янина. И сегодня, друзья, у нас не просто день бересты, куда пришли археологи, работники музея, студенты, представители высшей школы, наши партнеры, друзья, которые приезжают сюда каждый год. Это все-таки официальный городской праздник, утвержденный городской думой, областной думой, простите. И думается мне, что все-таки придать такой более новгородский официальный статус этому дню следует. Нам нужно, наверное, вместе об этом подумать. Есть ведь возможности награждать людей, кто занимается особым хранением истории достоверных письменных памятников. Ну, то есть, вот у меня такое складывается впечатление, что все-таки это дело такого вот археологического центра и наших коллег, кто приезжает сюда. Хотелось бы, конечно, чтобы на этом митинге принимали участие больше студентов, больше горожан. Вот, конечно, все наши лекции, встречи на Роскопе и в Центре археологии более многочисленные, более интересные, и там существует и диалог, и общение с новгородцами. Но это ведь, знаете, как привычка. Все привыкают к хорошему. Так и новгородцы. Они привыкли к тому, что такое чудо, как археология, берестяные грамоты, находки, сопровождают всю нашу жизнь. И поэтому вот эта вот гордость становится, может быть, немножечко такой бытовой. Всех искренне поздравляю с праздником. Желаю приумножать гордость, любовь и уважение к тому наследию удивительному, которое находится в Новгороде. Еще раз искренне всех приветствую, кто сегодня здесь, археологам удачи и терпения, потому что именно эти качества, наверное, и позволяют открывать удивительные находки, сенсации. Поэтому удачи и терпения, всем гордости и любви к своему замечательному краю с праздником. Спасибо, Наталья Васильевна. После такого выступления очень логичным продолжением будет выступление, я думаю, что Елена Александровна Рыбиной, профессора Московского университета, доктора наук, долгие годы заведующей лабораторией экспедиции, которая через свои руки пропустила те десятки тысяч предметов, которые теперь составляют фондовое хранение музея. Я помню, что Арцеховский говорил, что работа археолога на 99% это именно терпение, а на 1% это удача. Я думаю, что вы к этому даете что добавить. Добрый день, дорогие друзья, рада всех вас здесь видеть. Здесь даже неожиданно много для воскресного дня здесь собралось народа. Ежегодно мы здесь собираемся и говорим как бы практически по смыслу одинаковые вещи, одно и то же значение берестиной грамоты для города и гордости, все понятно. Мне сегодня хотелось бы сказать о том, как Артемий Владимирович воспринял эту находку. Если не все, то большинство помнят, как это описано Владимир Владимирович в книге. Я послал тебе бересту, что Арцеховский, стоя на краю раскопа, сказал, я этой находке ждал 20 лет, премия 100 рублей. Спустя несколько лет, буквально 2-3 года, он в обзорной статье археологическое изучение Новгорода по итогам работ на Неревском раскопе, еще на частичной раскопанной территории, вот все описывая все достижения, написал и об открытии берестяных грамот. И вот что он написал. 26 июля работница Акулова нашла первую берестяную грамоту. На ней были обнаружены буквы, буквы сложились слова, слова во фразы. На следующий день явились, явились, треть, вторая и третья берестяные грамоты. Ощущение было ошеломляющим. Казалось, что из-под земли раздались голоса средневековых новгородцев. Вот так вот образно и эмоционально Артемий Владимирович описал вот эту находку. Меня это очень как бы тронуло, потому что я Артемий Владимировича знала, он читал лекции у нас. Это серьезные. Ученые казались совершенно так ему недоступны, вот такие эмоции. Вот я думаю, вы все прочувствовали, как это красиво сказано, как буквы сложились слова, слова во фразы. И действительно, как будто из-под земли раздались голоса средневековых новгородцев. И вот эта мысль, это постоянно звучит, что когда мы находим берестяную грамоту, это как будто бы мы получаем письмо оттуда, из древности. Вот не тысячу лет назад, как тут кто-то из журналистов сказал, но 900 лет уже прошло. Но это прошло с того момента, как стали писать грамоты. Так что я всех поздравляю с Днем Бересты, с праздником и желаю всем новых открытий. Студентам попробовать найти такие берестяные грамоты, филологам их читать. Ну и всего всем доброго. Спасибо. Спасибо, Лена Александровна. Ну у нас действительно получился пересмена. Студенты, которые работали в экспедиции в июне, июле сейчас разъехались. Мы ждем новых студентов, которые появятся у нас. Уже сегодня заехала группа Высшей школы экономики. 3 августа приезжает группа студентов Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Но тем не менее, тех, кто даже уже поработал в июне, в июле, тоже хотели бы поздравить нас с праздником. Я с удовольствием предоставляю возможность поприветствовать всех Днем Бересты Викторию Валерьевне Хуциевой, преподавателю, и Денису Александровичу Бажанову, которого руководят практикой Российского государственного педагогического университета имени Герцина. Как вы знаете, Герцин в Новгороде провел 3 года, а потом уехал в Лондон отсюда. Но я надеюсь, что их студенты не уедут в Лондон. Прежде всего, Саня Ильич, позвольте вас поблагодарить за предоставленное слово, а также поприветствовать всех присутствующих и поздравить всех с Днем Бересты и пожелать, конечно же, побольше новых открытий. Я хотел сказать здесь вот еще о чем. О том, что процесс поиска берестинных грамот это и процесс научных открытий, вне всякого сомнения. Но для многих людей это процесс еще и общения. Это процесс, который позволяет узнать друг друга с новых, порой неожиданных сторон. И, наверное, поэтому для многих и многих здесь присутствующих, пока еще студентов, хотя уже не только, те недели, те мгновения, может быть, которые они пережили в Новгороде во время раскопок, останутся на всю жизнь. И вот поэтому я надеюсь, археология нашей страны, и в Новгороде в частности, будет жить, будет двигаться вперед, потому что всегда найдутся молодые идеалисты, романтики, которые готовы будут, невзирая на все трудности, работать здесь, не покладая рук, и нести частичку своей души. Это понимают, надо сказать, и в руководстве нашего университета, несмотря на все трудности. И, понимая это, руководство нашего университета просило меня поручить университету Лавриевичу Янину благодарность от имени Российского государственного педагогического университета имени Герцена за помощь в организации практики, в том числе и для наших студентов. Ну и теперь, пускай сам студент, участник практики этого года, скажет пару слов. Доброе утро все присутствующие. Я хочу вас для начала поздравить с Днем Гересты. Меня зовут Василий Филан, я студент первого курса, и в этом году я принял участие в новгородской археологической практике. Я бы хотел поблагодарить от лица всех студентов, руководителей новгородской археологической экспедиции за такую возможность. Потому что для нас, студентов, это не только большой интерес, не только возможность как-то разнообразить свою деятельность, но еще и способ прикоснуться к живой истории, получить непредаваемый, научный и в какой-то степени даже жизненный опыт. Для нас это большая честь работать с такими профессионалами, и мы надеемся, что это не первая наша встреча, что мы еще в дальнейшем будем встречаться, и работать на благо развития нашей науки. С праздником! Сергей Викторович, можно еще один студент? Спасибо, дорогие студенты, пожалуйста, да, что ж у нас есть? Микрофон свободен, пожалуйста. Всем хочу сказать снова здравствуйте, да, мы снова сегодня приехали помогать, копать, искать. Вот, поздравляю всех от чистой души, от всех нас, от всего нашего университета, от всех наших ребят с праздником. Да, желаю всем крепкого здоровья, желаю всем хороших находок. Спасибо. Да, ребята, не договаривают, но они приехали поработать волонтерами в экспедиции. Просто, закончив официальную практику, приехали, чтобы еще несколько дней, может быть, неделю-две провести, две недели, показывает мне, провести в экспедиции, просто уже, так сказать, ну, как говорят в народе, в кайф. Собственное удовольствие для того, чтобы помочь нам и получить от этого, видимо, какие-то свои дивиденды внутренние. Не только научные, но и моральные. Новгородская археологическая экспедиция – это такой, как я всегда говорю, сложный, многокомпонентный организм, в котором входит Московский государственный университет, обеспечивающий нам поступление новых кадров, новых специалистов, которых учат археологии здесь, на Троицком муроскопе. Это Академия наук, которая представлена в Новгороде и нашим головным научно-социалистическим институтом археологии Москвы. У нас работает экспедиция Института истории и материальной культуры. Это бывший филиал, теперь он самостоятельный Институт истории и материальной культуры Санкт-Петербург. Но, к сожалению, у нас нет сегодня Петра Григорьевича Гайдукова. А причина, по которой он отсутствует, очень уважительная. Скончался очень известный историк, можно говорить советский, можно говорить российский, лучше говорить отечественный историк Борис Васильевич Анальевич. Давайте мы несколько секунд осветим его памятью, потому что сейчас проходит похорон в Петербурге. Вечная память Борису Васильевичу Анальевичу. Спасибо. Ну что же. Если еще желающие выступить, поделиться радостями от находок берестяных грамот. Наша дальнейшая программа выглядит следующим образом. Мы ведь не расстаемся. Мы соберемся здесь снова на следующий год точно. А сегодня у нас еще обязательный визит, увы, тоже на кладбище западное. Мы должны возложить цветы к могиле Владимира Ивановича Поветкина, который посвятил много лет реставрации берестяных грамот, собиранию замечательной новгородской псалтири, которую он просто годами по ночам из кусочков воска склеивал и собрал. Закончил этот труд. Затем у нас в 17 часов встреча на Троицком раскопе, где, я надеюсь, филологи не отмолчатся. И Алексей Алексеевич Гиппиус, пока его студенты высшей школы экономики не подтянутся, успеет вам рассказать о двух находках этого сезона, Новгородской и Вологодской. Особенно Вологодской хочется послушать. Затем в 19 у нас как водится традиционный археологический капустник. Ну, все, кто здесь присутствует, я думаю, что практически приглашены, потому что нас не так много. Это будет на Знаменском подворье. Огромное спасибо всем, кто пришел. Давайте еще раз полюбуемся на улыбающегося Артемия Владимировича. Почувствуем восторг его находки того времени. Замечательно совершенно выступал в свое время итальянский исследователь из города Удино, Ремо Факанни. Он рассказывал, как в 1955 году Арцеховский делал доклад на Международном археологическом конгрессе в Риме. И он, грассируя своим французским Г, и выговаривая очень много букв, заменяя их другими буквами, рассказывал о том, как в Новгороде найдены были там почти первые 130 миллиграмот, по-моему, 55-й год. И вот об этом мы недавно рассказывали на Красной площади в Москве, когда была выставка, и Новгород, Новгородский музей демонстрировал свои возможности уже мультимедийного уровня, уже технологии 21 века. И в кульминационный момент доклада Арцеховского распахнулись двери, вбежал советский консул в Италии и сказал, Артемий Владимирович, только что телефонограмма поступила, найдена новая берестяная грамота в Новгороде. И Артемий Владимирович с трибуны, сбиваясь на ходу, переводя на французский текст, доложил всему залу, и была 20-ти минутная овация. Зал встал и аплодировал, потому что все поняли, что в Новгороде происходит что-то небывалое. Это, конечно, разрешение праздника. Поаплодируем Артемий Владимирович. Конечно, я разделяю некоторое уныние среди археологов. Ирина Александровна над этим подходит, что мы все еще имеем дело с обычным постером. На этом месте должен стоять памятник. Ну, не чугун, ну, не бронза, но что-нибудь символизирующее, что в Новгороде действительно обеспечена связь времен, связь поколений. В ближайшее время появится мальчик Анфим у здания центра диалог на Большом Московском. Это будет просто Анфим, который будет стоять со своими пальцами там их шесть или семь. Вот. И у него будет движущиеся глаза и рот, потому что они будут привешены на леске, у него будет вместо сердца бубенчик. Здесь мы хотели бы тоже видеть Анфима на коне. Пусть он будет зверя, пусть он будет, так сказать, просто вот скачущий мальчик во временах. Но это надежда, которую мы передаем властям, администрации области и города. В конце концов, давайте объединим усилия, и здесь все-таки появится достойный Новгорода и Берестяной грамоты памятный знак. На этой высокой ноте хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня. До встречи в 17 часов на Троицком Раскопе. И цепи, пожалуйста, всем радоваться. Ни Никаковой Акуловой.